МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. И всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Выбор сделан. В регионе подвели итоги избирательной кампании. Год малой родины. Наши корреспонденты побывали в агрогородке Поколюбичи и поинтересовались у местных жителей результатами их работы по изучению истории родного края. Верим в нашу команду. Сегодня в южнокорейском Хёнчхане погасили огонь 23-й зимней Олимпиады. За кого болели гомельчане, узнал Максим Савин. На этой неделе отмечался Международный день родного языка. О мероприятиях, приуроченных к празднику и других событиях из мира культуры, расскажет Вероника Ворошилина. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги избирательной кампании в Гомельской области подвели на заседание областной комиссии. Выборы в местные советы депутатов прошли в соответствии с законодательством. Явка составила 80,75%. Участки посетили около 900 тысяч жителей. Самый высокий этот показатель в Кармянском районе. Здесь проголосовало почти 95% от общего числа избирателей. А самый низкий, хотя тоже неплохой, в Светлогорском – 73,65%. Почти 60% избранных депутатов работали в местных советах 27-го созыва. Женщины составляют более половины от общего числа депутатов. Молодежь в возрасте до 30 лет – около 5%. По сферам деятельности преобладают представители социальной сферы. Каждый третий занят в медицине, образовании или культуре. Хочу официально заявить, что выбрано 3583 депутатов всех уровней советов. Сегодня было принято решение в отношении депутатов областного совета депутатов, их 60. Хотелось бы отметить, что в областную избирательную комиссию поступило в процессе ее работы 7 жалоб. Все 7 рассмотрены, одна жалоба удовлетворена. Первая сессия областного совета депутатов нового созыва запланирована на 1 марта. Объявляя 2018 год годом Малой Родины, президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что пришло время каждому не только вспомнить о своих корнях, о месте, где осталась частичка души, но и отдать долг этому клочку земли. При этом помощь может быть материальной, созидательной, просветительской, творческой. Зависит от возможностей, фантазий и желания каждого. Настал момент проявить себя и вписать свое имя в историю этой малой родины, отметил глава государства. Как эти пожелания реализуются в агрогородке Поколюбичи Гомельского района, узнали наши корреспонденты. Расстояние от областного центра до Поколюбичи всего несколько километров. По словам самих местных жителей, 4 минуты и ты в Гомеле. Правда, такая близость с горожанами сельчан все-таки не сделала. Свою малую родину они не просто любят, но и стремятся сохранить ее историю в максимально полном виде. В конце концов, это история каждой семьи, проживающей в нынешнем агрогородке. Дети участвуют в разных проектах. Например, проект «Наши земляки», «Наши талантливые люди нашей деревни Поколюбичи». Дальше еще участвовали в проекте «По улицам». Когда была основана та или иная улица. Поисково-краеведческая работа в Поколюбичах имеет давние традиции. Еще в 1959 году местные школьники восстановили неизвестное тогда имя красноармейца, погибшего здесь в 43-м. В результате фотография уроженца Пермской области Владимира Печуркина появилась на памятнике воинам-освободителям. А его именем назвали школьную пионерскую дружину. Поколюбичские школьники вообще оказались настоящими патриотами своей малой родины и с помощью родных достаточно подробно восстановили историю деревни. Занятие оказалось настолько интересным, что к нему присоединились и многие взрослые. В местной церкви ветхозаветного пророка Николая Халкидонского могут многое рассказать не только о самом приходе, но и о земляках, которые в свое время немало сделали для односельчан. Мы исследуем работы прошлого времени для того, чтобы нам познать, как говорится, нет у людей будущего, если они не знают своего прошлого. Поэтому наша история для нас, конечно, очень и священно, и трепетно, и прилагаем все усилия, чтобы сегодня ее изучить, вспомнить и передать будущему поколению. Настоятель Поколюбичского храма Иерей Александр Олехнович Коренной Гомельчанин, однако в жизни деревни принимает самое активное участие. Прихожане своим батюшкой очень довольны и все его инициативы поддерживают. Именно так в Поколюбичах совместными усилиями убрали многолетнюю свалку, расчистили природные ключи и сделали на этом месте купель. Сегодня в планах настоятеля построить здесь еще водный каскад и открыть детский городок. Кроме того, в храме готовы оказать помощь в изучении истории военного периода. В августе 41-го на окраине Поколюбичей народные ополченцы и подразделения Красной Армии целую неделю сдерживали многократно превосходящие их немецкие части. Вот эти экспонаты собраны, это все с урочища селень, где проходила линия обороны города Гомеля. За мной, картина вот эта написана, да, художником, это один из фрагментов повести Ивана Киреевича Серкова «Мы с Саньком тылу врага», то есть это наш период оккупации Поколюбич. Ну и на сегодняшний день у нас собран богатейший материал по всем, кто принимал участие. То есть это полк народного ополчения, это наши активисты колхоза имени Ленина, молодежь. После взятия Поколюбичей немцы выследили и арестовали 11 комсомольцев из числа ополченцев. 6 ноября 1941-го их расстреляли на месте, где сегодня установлен памятный камень. Анна Хомякова тогда стала невольной свидетельницей трагедии. Ее мать вместе с двумя детьми оккупанты решили расстрелять из-за отказа собирать у населения молоко для немецких солдат. Однако в последний момент комендант изменил решение. Он нас отнял. Мы отошли в бок, вот мама так вот с нами отошла, а он такой рукой раз, и все вот это пуууууу, и все, все попадали. Тема войны никогда не была чужой для жителей Поколюбичей. В феврале этого года экспозиция историко-краеведческого музея пополнилась новыми материалами об уроженце Светлогорского района. Однако в последние годы проживавшего в агрогородке Иване Сараченко. Бывший наводчик танка и сержант умер в 2013-м. Однако память о нем должна остаться не только в семейном архиве. Я прочитала просто в газете, что открывается выставка афганцев в нашем музее Поколюбичей. И так как у меня в этом 15 февраля муж мой и умер в 2013 году, я посетила кладбище, потом зашла в музей спросить, какие передать мне документы надо. Поинтересовалась, мне сказали, какие принести. Я вот принесла, передала в музей. Трудовые достижения земляков для жителей Поколюбичей – еще один повод для гордости малой родиной и новых производственных достижений. С 1981 года в течение пяти лет местный колхоз «Миллионер» был победителем всесоюзного социалистического соревнования и награждался красным знаменем Центрального комитета КПСС, Совета министров Советского Союза, Всесоюзного Центрального Совета профсоюзов и ЦК «Комсомола». В результате знамя, которое имело статус переходящего, было решено оставить в Поколюбичах навсегда. Если обратить внимание на те знамена, которые находятся в зале, знамена нашей славы, то мы однозначно можем сказать, что наше хозяйство было лидером в Республике Беларусь по животноводству, растениеводству. И получили переходящие красное знамя с 1981 по 1985 именно по этим показателям победителя всесоюзного социалистического соревнования. Перед отъездом журналистов директор музея Екатерина Воробей озвучивает свою, возможно, самую главную мечту – собрать здесь выпускников одной из школ Чечерского района, где она когда-то работала. Та деревня пострадала в результате Чернобыльской аварии и теперь уже не существует. Таким образом, Поколюбичи могут стать малой родиной не только для местных жителей, но и для тех, кто свою родину потерял не по собственному желанию. Коль есть такие люди, ученики и люди, которые живут своей родиной, я надеюсь, что мы за лето за это соберем этих людей и постараемся. История жить нашей белорусской земли, она всем дорога и каждое свое место. Мы постараемся найти те экспонаты, которые нам были близки, и разместим их в нашем музее. А еще планируем здесь провести встречу с нашей Чечерской землей, кто начинал там работать, учиться. Но живут сегодня большинство людей в городе Гомель. Я думаю, что мы соберемся это по силам нам сделать. Александр Теров, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко. Новости недели. Вы смотрите «Новости недели». Мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Более 4 тысяч человек в Гомеле приняли участие в торжественном митинге, посвященном Дню Защитников Отечества и Столетию Вооруженных Сил Беларуси. У Вечного огня на площади труда собрались руководства области и города, ветераны Великой Отечественной войны и труда, представители трудовых коллективов, общественных организаций и объединений. Молодежь. Участники митинга возложили цветы и венки к братской могиле героев, павших в боях Великой Отечественной войны, почтили память погибших, минуты и молчания. Продолжились мероприятия в областном общественно-культурном центре, торжественным собранием и концертом. А вечером Гомельчан собрал большой концерт на площадке у Ледового дворца. Прозвучали композиции, восхваляющие героизм и мужество военных. После небо озарил красочный салют. Наращивание экспортных поставок и новые рынки сбыта. На заседании Гомельского облсполкома оценили экспортные возможности региона. Сейчас за пределы Беларуси поставляется около 60% продукции. В прошлом году экспорт товаров увеличился на 22%. Планы на этот год предусматривают еще более значительное наращивание объемов экспортных поставок. Искать потенциальных партнеров будут в том числе и во время участия наших делегаций в международных форумах, выставках и ярмарках. Среди запланированного на этот год международная выставка в Китае экспо «Китай-Евразия», инвестиционный форум в Казахстане, международная выставка кондитеров в США, визит деловых кругов в Японию и первый форум регионов Беларуси и Украины. Ясли сад номер 4 города Ветки выиграл в конкурсе местных инициатив с проектом «Уютный дворик. Находка для здоровья». Инициативу поддержала первичная профсоюзная организация филиала Ветковского дорожно-строительного управления номер 185. Вместе они смогли победить в конкурсе инициатив, который финансируется Европейским Союзом и выполняется программой развития ООН. На территории дошкольного учреждения появились три физкультурно-оздоровительных комплекса. Они будут работать для детей-воспитанников и их старших братьев и сестер бесплатно. В выходные учреждения планируется организовать занятия для детей с родителями как платную услугу. Как бы масштабно в регионе не старались организовать проводы зимы, холода, похоже, еще долго не намерены отступать. Более того, в облгидромете предупреждают – в ближайшее время морозы только усилятся. Как приблизить приход весны и провести с пользой выходные? Мой коллега Александр Говейко попытался отыскать самый теплый уголок Гомельщины, а заодно узнал, как развивается туризм в регионах. Сегодня мы попробуем ускорить приближение теплых деньков. Движемся в сторону столицы белорусских металлургов. От Гомеля до Жлобина всего ничего в районе 90 километров. Говорят, что именно здесь, в Жлобине, от зимы до лета всего один шаг. Проверим. Зима и лето под одной крышей – так говорят про Центр Олимпийского резерва Жлобина. В холодное время года сюда приезжают за ощущением вечного лета. Взнуйные деньки здесь ищут прохладу. В этом плане регион привлекателен. Как для профессиональных спортсменов сборы одних команд сменяют другие, так и для туристов, любителей активного отдыха, которые оценили город металлургов за разноплановый досуг. Основная масса людей, которые нравятся активный отдых, они постоянно приезжают сюда. И они имеют возможность здесь получить полный спектр услуг, как и спортивных, так и физкультурно-оздоровительных. Население, которое любит и ведет активный образ жизни, это, скажем так, постоянный наш клиент. Доступность цен, которая у нас сформирована на нашей базе, она позволяет провести здесь как и семейный отдых, так и, скажем так, разовое посещение. Мы узнаваемы, и я думаю, что интерес никак не спал, он только повышается. А нас узнают не только в масштабах Гомельской области, Республики Беларусь, а и ближние зарубежья. 11 лет назад в Жлобине открылся этот масштабный и уникальный в своем роде комплекс. Ледовая арена, здесь тренируются профессионалы, растят будущих звезд хоккея, катаются и любители. Часть центра – один из самых больших бассейнов региона, его длина – 50 метров. Плюс собственная гостиница, дворец игровых видов спорта, грибная база и лыжероллерная трасса. Она не пустует даже в лютый мороз. И, конечно, изюминка комплекса – единственный в регионе и один из немногих в стране аквапарк. Когда такой холодный день, серость на улице, и ты сюда приходишь, и кажется, что вот оно лето, вот оно рядом, здесь, и у нас в Жлобине. Я испытала колоссальное удовольствие, испытываю его до сих пор. Вот. Атмосфера не то, что уютная, она домашняя. Ты здесь настолько комфортно себя чувствуешь, ходишь, никто тебя не трогает, людей немного, да, то есть никто тебя здесь не толкает, а через день невероятных нет. Можно, в принципе, посещать с маленькими детьми, здесь неагрессивная среда, очень комфортно, и можно даже ребенка оставлять на инструктора-спасателя и как-то самим взрослым разбегаться. А это пригород Жлобина, по-настоящему уникальное местечко Красный берег. Здесь расположен усадебно-парковый комплекс необыкновенной красоты. Туробъект, на мой взгляд, обязательный к посещению. Старинная усадьба расположена у реки Добасна. Это уникальное симметричное здание сочетает в себе более десяти архитектурных стилей, среди которых барокко, ракоко, романские и даже арабские мотивы. Рядом с дворцом на площади в 4 гектара разбит уникальный природный парк. Сеть дорожек и прогулочный маршрут делят парковую территорию на несколько зон. И не зря Красный берег называют «жемчужиной» Гомельской области. Здесь можно одновременно получить информацию о периоде Великой Отечественной войны, побывав на единственном в СНГ памятнике, посвященном детям, жертвам войны. Кроме того, можно побывать на историко-архитектурной экскурсии, где можно услышать о истории дворянской семьи, о быте, об очень многих моментах того периода, той поры. А кроме того, здесь можно еще познакомиться с Краснобережским парком, который является памятником природы Республики Беларусь и внесен в список наследия нашей страны. «Наш Несвеж» только с высокой степенью сохранности, так говорят гиды про Краснобережскую усадьбу. Внутреннее убранство комплекса поражает своим размахом и изысканностью. После реставрации, которая закончилась здесь в 2015 году, проведена большая работа по наполнению залов предметами интерьера. Каждая комната соответствует определенному историческому периоду и выполнена в неповторимой манере. Интересно, что отделка каждого из 36 залов дворца не повторяется. Дворцово-парковый комплекс все больше набирает популярность среди белорусов, свой интерес все активнее проявляют и турфирмы, работающие с российскими путешественниками. Этот туристический маршрут включает такие населенные пункты и такие объекты, как Полоцк, Минск, Мир, Несвеж, а дальше туристы приезжают к нам в Красный берег. Это единственная точка в Гомельской области? Да, абсолютно правильно, это единственная точка в Гомельской области. И после посещения нашего усадебно-паркового комплекса уходят от нас с горящими, восторженными глазами. Ну а дальше Орша и туристы уезжают в Россию. Эксперты отмечают динамику развития туризма на Гомельщине. Так, в 2017-м экспорт туристических услуг составил 13,5 миллионов долларов США. Это на 2 миллиона долларов больше ожиданий. Сбавлять темпы нельзя. Впереди Европейские игры 2019. В Беларусь съедутся представители 50 стран. Не только ответственно, но и при грамотной организации достаточно перспективно, в том числе для приграничной Гомельщины. Александр Говейко, Павел Антонов. Новости недели. Далее в программе обзор культурных событий. На уходящей неделе отмечался Международный день родного языка. Праздник установлен по инициативе ЮНЕСКО около 20 лет назад. Ко дню родного языка в библиотеках областного центра для читателей были организованы познавательные выставки, интересные конкурсы, викторины и интерактивные игры. А во Дворце культуры железнодорожников состоялся концерт Творческого союза пяти талантливых музыкантов, известного инструментального трио лирица и дуэта баянистов «Не Баян Стайл». На сцене развернулась музыкальная программа, где разнообразные техники и стили соединились в единое мелодичное полотно. За культурной жизнью региона всю неделю наблюдала Вероника Ворошилина. Пожалуй, в каждом из нас живет ребенок, который мечтает оказаться в мире любимых сказок и мультфильмов, чтобы пережить незабываемые впечатления с их героями. Такую поистине уникальную возможность своим посетителям сейчас дарит картинная галерея Гавриила Ващенко. Она на время превратилась в долину сказок с настоящими мифологическими персонажами. Выставка объединила 11 экспонатов. Над созданием коллекции работали мастера Татьяна и Владимир Найбич. Их творческий и семейный тандем давно известен в Беларуси. Самый высокий экспонат выставки – циклоп в высоту 3 метра. Его сосед – символ чемпионата мира по хоккею 2014 года, знаменитый зубр Волок. Практически не уступает по габаритам. Выставка рассчитана в первую очередь на детей. Для них авторы предусмотрели отдельную интерактивную зону с игровыми экспонатами. Огромные пазлы с героями любимых мультфильмов и гигантские качели в виде бурого медведя. На уходящей неделе отмечался Международный день родного языка. В библиотеках для читателей были организованы познавательные выставки, интересные конкурсы, викторины и интерактивные игры. Во время их проведения посетителям было предложено угадать названия белорусских блюд и подобрать импровизированные ингредиенты для их приготовления. Попробовать свои силы в переводе слов и создать из них красивый букет. Юным читателям предложили разгадать кроссворды, загадки и нарисовать животный мир с помощью песочной анимации. А в Гомельской областной универсальной библиотеке имени Ленина на уходящей неделе состоялась творческая встреча молодежи с заслуженным работником культуры Республики Беларусь и режиссером-постановщиком массовых театрализованных представлений Петром Свердловым. Он рассказал присутствующим о своем детстве пути профессионального становления, ответил на интересующие гостей вопросы. Сейчас Петр Свердлов является директором детской хореографической школы искусств города Гомеля, которая дала путевку в большую творческую жизнь многим юным талантам. Между тем, своих воспитанников успешный режиссер ориентирует не только на любовь к танцу, но и пытается вложить в них и главные общечеловеческие ценности, на примере своем личном и педагогов учреждения. В Гомеле состоялся концерт творческого союза пяти талантливых музыкантов, инструментального трио лирица и дуэта баянистов «Не Боянстайл». На сцене Дворца культуры железнодорожников развернулась музыкальная программа, где разнообразные техники и стили соединились в единое мелодичное полотно. Следующая неделя нам также подарит немало интересного. В картинной галерее Гавриила Ващенко откроется выставка антикварных предметов «Ах уж эти дамские штучки». Живописи гобелены, скульптура и фарфор, многочисленные женские аксессуары. Экспозиция позволит прикоснуться к вещам, которые хранят более чем вековую память о жизни светских дам и могут многое рассказать о своих хозяйках. О Гомельский областной драматический театр «Март» откроет премьеры спектакля изобретательная влюбленная. Зрители ожидают интересные истории о женщине, которая решила самостоятельно устранить препятствия на пути к своему счастью. Невероятные сюжетные повороты, приправленные романтическими признаниями и дуэлями, перевоплощениями, танцами и музыкой, не оставят равнодушными зрителей разных поколений. На сцене развернется веселая и одновременно трогательная история по пьесе великого испанского драматурга Лопе де Вега в постановке заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь Сергея Ковальчика. Несмотря на то, что она написана около пяти веков назад, пьеса понятна и близка людям и сегодня. А тем временем Светлогорский историко-краеведческий музей всех желающих приглашает на выставку «Джунгли за стеклом». Здесь можно увидеть живых ящериц, пауков, змей, черепах и других представителей тропической фауны разных континентов. С самыми интересными событиями из мира культуры вас знакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания.